Алина Яковлева. Добрый день, Валерий Костичевич. Вот мы и персики завязали. Стараюсь чаще поливать. В теплице суховато на земле, хоть и дождь идет часто. Еще бы. Я замысился поливать. Через день поливаю. Но по чуть-чуть. Я лекаю дождевую воду на них. Дождевую, это очень важно. Я заметил по овощам. Льешь, льешь, ходишь, ходишь. Вода колодезная оттуда. Называется она артезианская. Холодная. Тяжелая в смысле осень. Это насыщенная солями. Ну хорошо не умирает это же самое. Просто не умирают абрикосы с морковкой. Стоит пойти дождю, пошла расти. Вот разница. Так что вы правильно лейко льете. То есть дождевой. Персики в средней грядке растут, а виноград с двухсторонней. Дождь, я думаю, корни винограда поливает. Прекрасно. Но до светения еще со шланга поливали. Форточку не закрываю вообще. Она большая. А дверь идет открытая. Ну почти как уже. Вот это Псар Жениц-Хасанский. Пусть теплится. А знаете, что мне нравится? Обратите внимание. Листья здоровая. Принято считать, что... Ну это еще у нее молодое первое отношение. Принято считать, что без огромного количества анахимикатов. Без одежды, которая кончается с этим самым шлемом, как у космонавта. Без баллона с анахимикатами. Туда и заходить нельзя. И там все должно гнить. Ну вот пока, слава Богу. Я надеюсь, это учеба. Двери днем открыты. А я бы ночью открывал. Форточку не закрываю. Не знаю я. Может быть какая-то... Может все-таки там... Для лета может быть слишком там... Слишком теплой и может быть даже сила. Субтитры делал DimaTorzok КОНЕЦ Продолжение следует...